Первый видос, я все не знал, что это за мужик. Я до сих пор в душе не ебу, что это за мужчина. Мне его постоянно показывают в YouTube-шорцах или где-то еще. Я так понял, что это какой-то русский журоган, который познал всю жизнь и всегда пояснит, в чем люди неправы. Вот. Да, или Эндрю Тейт. Эндрю Тейт даже лучшее сравнение, на самом деле. Арсен Маркарян. Главная опухоль инфобизнеса, построенного на неполноценности современных мужчин. Основатель одной из самых влиятельных на данный момент интернет-сект. Гуру, способный излечить все неизлечимое. Ярый противник женщин, конспиролог, грибоед. Так это буквально Эндрю Тейт, лол. И долларовый миллионер. Одним словом, очень интересный феномен современного интернета, не затронуть который для меня было бы очень большим упущением. Кстати, да, я слышал, что Арсен спокойно относится к критике в свой адрес, поэтому надеюсь, что после этого видео мне не придется на коленях молить о прощении. Я меньше начал агриться, меньше обещать задианонить, там закопать. Меньше, но не полностью, видимо. Хотя очень хочется иногда. И очень хочется. Ребенка Марсен был забитым и неуверенным в себе. В школе его избивали и унижали на почве национальность. Бля, вы знаете, в чем проблема того, что мне 27? Я смотрю на этого жесткого бородатого мужика, и я начинаю думать, блядь, а что если мы с ним одного возраста, или он младше меня, потому что это потенциально вполне может быть. Вот нахуй стареть очень хуёво, если честно. Те дома теми же методами пытались... В том, что я старый, да, проблема в том, что я старый. ...воспитывать. Такая травля не могла не отпечататься на психике Арсена, и он решил доказать всем, что чего-то стоит. Он начал заниматься единоборствами, чтобы научиться давать своим обидчикам отпор. И даже добился неслабых спортивных достижений. В свое время даже грезил о чемпионском титуле UFC. Тяжело весь, очень короткая дорога к титулу UFC. Мое понимание, сколько мне нужно времени на то, что я знаю, что будет четко. Вот три года, это с запасом прям хорошо. Ну а то получилось ли у него, обсудим позже. И вот молодой Арсен с большим фанатизмом, занимающийся спортом, начинает погружаться в саморазвитие и попадает в так называемую тестостероновую секту. Под руководством Александра Тихомирова, главного интер... Тестостероновая секта? Типа секта лысых мужиков или что, блядь? Тернет-гуру тех лет. Тихомиров этот был первым, кто догадался и начал рекомендовать людям непрерывно колоть тестостерон. Он 95-го? Ну, по сути, я 96-го, то есть он на год меня ебает. Тесака он когда-то на эту тему подсадил. Что уж говорить про молодых парней, которые доверились ему и загубили тем самым себе здоровье. А в ряде советов Тихомирова, которым он, к слову, и сам следовал, можно судить даже по его нынешнему виду. Соскуфился, мягко сказано. Бля, мне показалось, либо эти ебаленькие хуёво были вырезаны в ПНГшке, либо, блядь... Здоровье Арсена эта секта повлияла весьма негативно и, очевидно, внесла свою лепту в его болезненное состояние. Арсен, в то время уже успевший поработать в Арифлейме, складывает 2 плюс 2 и открывает свои курсы по поднятию тестостерона под названием «Тестостерон Релиз». С этого и началась карьера Арсена в качестве публичного диетеля и инфо-цыгана. Успех себя долго ждать не заставил. Почти сразу пошли доходы, исчисляемые десятками тысяч долларов. Первые 50 рублей я взял с человека в ноябре 2013 года, а в апреле 2014, ровно 10 лет назад, за 2 часа я бабахнул 200 тысяч по старому курсу. Чем же инфарменин так привлекает людей? Дело в том, что он... На протяжении всей своей деятельности Арсен продвигал в массы весьма радикальные и противоречивые идеи, которые либо находили поддержку, либо ярое осуждение, но равнодушным не оставался никто. Общаться с женщиной может с удовольствием, либо полная посредственность, либо человек без цели, без миссий, что в общем-то много одно и то же, либо человек с очень низким уровнем тестостерона. Через все интервью и... Бля, ну типа я помню, мне попадались в YouTube Shorts, он там говорил типа Общаться с женщиной нет смысла, о чем с ней общаться, что там приготовить типа на ужин или что, типа больше, ну о чем женщина общаться, что она тебе интересного скажет, нахуй на это время тратить, что-то такое было. Я думал, умные вещи говорили. Откасты Арсена красные нити. Нет, это реально, типа, га, стать таким, стать таким, ну, блогером, чтобы к тебе начали прислушиваться мужчины довольно просто. Просто начинаешь, ну, типа, говорить, что... Вообще, права женщин очень сильно переоценят. Шутка, шутка, конечно же. Вот, но... Свою аудиторию такие слова найдут. Проходит тема отношений с женщинами. И здесь у него чувствуется какая-то особенно сильная травмированность. Он буквально изначально воспринимает любую женщину как опасность. Я как понимаю, что человек реально отбитый. И он вообще пока ничего не понимает. У него нет... Он не ощущает женщину как опасный объект. Понятное дело, сразу же доверять человеку неправильно. И принимать в свое окружение новых людей с осторожностью адекватно. Но вот эта гиперфиксация, мол, любая женщина это опасность, а любой мужчина это бро, ну это странно. Мы не можем женщину не записывать в свою собственность. Женщина это собственность. Придерживаясь таких взглядов, вы никогда не сможете получить от отношений самого главного, эмоциональной близости. Да и какие вообще отношения могут быть с собственностью? В лучшем случае вы получите стиралку, плиту и дырку вместо отношений. И может для поломанного маркаряна это и лучший вариант, но для обычного человека такая позиция крайне деструктивна. Арсен анализирует людей исключительно как животных, приписывая гормонам ведущую роль и полностью игнорируя социальный фактор. Драйвером любого поведения человеческого является гормональный. Видел новости? Мать выбросила на врачного ребенка из окна, оставила в помойке. Блядь, он сидит с Лариным, типа, вот это уровень дискуссии, блядь. Вот это, вот это, вот это уровень подкастов, да. Он у Ларина был, нихуя себе, вот это, вот это да. Вот это, как он вообще Ларин откопал, блядь. Я не знаю, чем Ларин все это время занимается. Я даже забыла, что он, блядь, есть, нахуй. Вот, собственно, да, то есть многие люди, особенно, ну, в обычной жизни, многие вещи там с женщинами, да, эмоциональные, в том числе, много непоняток, жизнь сложная сама по себе. Вот, и когда появляется человек, который все это упрощает для тебя, в модель, типа, женщина это самка, а мужчина самец, типа, женщина, она, ну, у нее по-другому мозги сложены там, типа, женщины, конечно, пытаются там что-то работать, прочее, но по факту она нужна, чтобы там рожать детей, там, готовить. Вот, а мужчины, они защитники, вот. И все это чисто на гормональном уровне. Женщина чувствует, что у тебя мало тестостерона, поэтому что? Да, верно, тебе нужно этот тестостерон каким-то образом вырабатывать в большем количестве, вот, чтобы выделять феромоны, на которые женщины, как самки человека, они на него реагируют. И тогда, тогда и хуй будет стоять, и все будет у тебя замечательно. Вот, людям нужна вот такая простота. Люди готовы верить вот в такую простую модель, потому что она отвечает их мировоззрению, как все должно работать, и как должна быть устроена их жизнь, как к ним должны относиться люди. Но проблема в том, что если вы существуете в социуме и общаетесь с людьми так или иначе, вы понимаете, что жизнь, она несколько сложнее. Вот, и как бы некоторые начинают заменять реальное восприятие реальности вот этой вот моделью. И получаются не самые лучшие люди из этого, блядь. Я вам прямо скажу. Получаются просто отбитые ебланы. Таких много, окей. Как ты думаешь, какой гормон? Так это правда параферомоны или нет? Че, вот тебя привлекает запах, ну, грязного хуя. Вот ответ на твой вопрос, блядь. Я сомневаюсь, что это работает только, блядь, в хентая, чувак. Да, это работает. Окситоцин? В доказательство первостепенного влияния гормона Фарсен приводит исследование, которое... Да в смысле, да, блядь. Не надо писать, да, сука. Мы серьезно общаемся. Да в смысле, да, блядь. Да хватит писать, да. Я сомневаюсь. Блядь, с кем я вообще общаюсь? Нахуй я вообще пытаюсь, блядь, с людьми общаться? Уже были опровергнуты научным сообществом. Вот, например, он заявляет. Чем больше у человека тестостерона, тем больше он склонен к консервативным взглядам. И это звучит как бред собачий, но это факт, что при повышении уровня тестостерона человек имеет склонность изменять политические взгляды от либеральных к консервативным. А вот опровержение. Кому интересно, ссылку на статью оставлю. С помощью такого поверхностного анализа с полным игнорированием социального факта... Бля, ну это странная хуйня, когда люди пытаются... Ну, типа, как либералы пытаются выставить, что все там консерваторы расисты, поголовно сексисты и прочее. Также у консерваторов есть вот эта странная хуйта, потому что они пытаются выставить, что либералы там какие-то ненастоящие мужчины и все такое. Вот, в принципе, ну, блядь, эти ебланы друг друга стоят на самом деле. Что один экстренум, что второй экстренум политических координат полная хуйня, блядь, если человек себя неэронично называет либералом, консерватором, блядь. Просто, просто нахуй максимально стоит держаться от него подальше. Возможно, у него в подвале дети. Фактора, который является одним из, если не самым важнейшим, у Арсена появляется возможность выставить себя знатоком и продать аудитории якобы руководство, как решить все проблемы. Ведь нужно всего лишь поправить гормоны. Еще одним столпом мучений Макарона является демонизация порнографии. Кстати, да, если вы не знали, адепты называют Маркаряна Макароном. Почему все стрелки массовые, это др... Сам Арсен практикует воздержание месяцами, чтобы потом хорошо потрахаться. То есть то, что вы готовы творить в постели после трех недель воздержания, или, не дай бог, двух-трех месяцев воздержания, это просто с ума сойти. Как говорится, никогда не спрашивай либерала, какие слова, и как он называет черных людей в узком кругу друзей, и никогда не спрашивай консерватора, какой ориентации у него сын. Вот эта хуйня всегда очень смешная, на самом деле. Вот у меня был очень большой срок воздержания в том году, два с лишним месяца. Ебать, мне кажется, я в течение полугода не мог успокоиться. Мне нужно было просто каждый день и много раз, иначе я просто, ну, вот все. Я никогда не понимал, в чем для воздержанцев принципиальная разница, самому это делать или с женщиной. Разница есть, когда ты сам себя доводишь до финальной кондиции рукой, даже после секса, это хуже. Потому что, когда человек кончает, ему нужно, чтобы органические процессы произошли, только которые влагалище может произвести. Блин, что, блядь? Какие-то процессы, муть какая-то, короче... Лучше умереть, чем дрочить. У вас должно быть достоинство. Как вы жмете руку людям, если вы брали хуй в эту руку, блядь? А вот отборная шиза, наслаждайтесь. Знаешь, что у человека геем можно сделать? Главная суть порно-ресурсов заключается в том, что постоянно раздвигать грань дозволенного. Вплетены алгоритмы, которые после определенного количества итераций на порно-сайте начинают подкидывать гомосексуальный порно-контент. И такого... Что, блядь? Нет, мне кажется, это чисто его рекомендации так сработали. Нет, чел, у меня такой хуйни не было. Мне кажется, это чисто его рекомендации. Это как сказать, я уже заебался от этих либералов. Постоянно в нем рекомендации касса. Мой клонаки кидает. Так чел, ты же сам их смотришь. Но их же китай. И прививки детям делать нельзя. Не делать УЗИ. Врачи ноют, ноют. Надо сделать УЗИ, уродов. Делают УЗИ, все в порядке. И чё, и нахуй делают. В любом роддоме нужно горой стоять, чтобы ребенка ничем не укололи. Нет, в смысле? Не рекомендации, я сам ищу. Нахуй, где рекомендации? Я сам знаю, что мне нужно. А знали ли вы, зачем на сигаретах пишут об их вредности? Чтоб карму очистить. Ты никогда не думал, почему работает с курением такая тема, что его запрещают. Везде пишут, курение вредит, картинки наклеены. Для того, чтобы совершить некое злодеяние и не получить кармы в ответ, очень важно сохранить свободу воли и сказать человеку в лицо. Арсен часто жалуется на плохое здоровье. Да и по его виду не скажешь, что он какой-то там спортсмен. Да ты понимаешь, дорогой, люди же вообще не понимают, насколько мне тяжело жить. Если бы люди знали, хотя бы раз могли почувствовать, как тяжело мне даются простые вот какие-то вещи бытовые, люди бы не то, что претензий ко мне имели бы, они бы поставили мне маленькую статую, как Будде. И каждый день с утра меня благодарили, что я просто дышу, блядь. На самом деле Арсен изничтожил свое здоровье сам, применяя на практике свои советы и творя откровенно сумасшедшие вещи. Бля, ну, откровенно скажу, люди, которые постоянно заебываются, там типа колоть себе какие-то, ну, именно не в плане медицинских целей, а в плане вот, человек где-то наслушался колить себе там тестостерон, хуярит постоянно какие-то странные витамины, блядь. Вот это вот все, постоянно об этом говорит. Нормальный человек такой хуйней страдать не будет. Вот честно, типа, ходишь в зал, там бегаешь по утрам, все заебись. Как только начинается вот эта вот хуета, то, что там мне нужен гормональный фон, вот это вот все. Типа, чел, блядь, найди себе нахуй хобби, еб твою мать. То, что ты несчастлив, это не дело витаминов, там прочей хуйни. То, что просто занятие себе найди, я не знаю. Люди думают, что они витаминку скушают, все хорошо станет. То есть у меня, знаешь, какие были моменты? Типа, я сижу такой, 3 часа ночи и думаю... Фигурки из Вархаммера покрась, да. Думаю, настоящий мужчина должен сейчас мочь пробежать с голым торсом 20 километров в маске тренировочной в Самаре, минус 30, и я иду. И без воздержания, естественно, не обошлось. Оно тоже внесло лепту в сумасшествие макарона. Когда первый раз в жизни я просто 16 дней воздерживался. Это, кстати, совпало полностью с тем, что я ушел из универа и открыл свой бизнес. И еще и начал, наконец, нормально с девушками общаться, спать с ними. Слушай, интересная мысль, которая у меня сейчас появилась. Тебе не кажется, что большинство твоих психических проблем не связано вот с этим? Как? Мы говорим про 21 год, условно говоря. То есть люди, у которых, типа, повышенный гидрострон в это время, они более беспокойные. И, ну вот, у них есть больше склонность, там, к развитию биполярного устройства. Бесконтрольные тренировки также отразились на здоровье Арсена. Почти весь его организм уже к 22 годам вышел из строя. И он свалился в двухлетнюю депрессию. С 22 лет до 24 я провел следующим образом. Заказ фастфуда, компьютерная игра, до ночи, вот до одери просто, глаза вываливаются и спать. Я бывал, что я по два месяца из дома не выходил. Эмоциональное выгорание, я по-другому это назвать не мог. Естественно, это тоже не могло не повлиять на здоровье. Ну что ж, теперь мы знаем, почему Арсен так нездорово выглядит. Ах да, помните, я вам говорил, что он хочет чемпионом UFC стать? Тяжелый весь очень короткая дорога к титулу UFC. Моё понимание, сколько мне нужно времени на то, что я знаю, что будет чётко, вот три года, это с запасом прям хорошо. С момента записи этого подкаста, кстати, прошло уже почти два с половиной года. Почему же Арсен ещё не чемпион UFC? Слушай, он уже не того возраста, наверное. Я это говорил вообще до того, как война началась. Очень много событий произошло. Ну вот банально скажу, мне отказали визи Америку в очередной раз. Всё выходит дольше, чем я думал. По этой теме нужно, чтобы сошлись три фактора. Первый, это свободное время. Второй, восстановить здоровье. И третий, это чтобы не было бюрократических и прочих проблем. Но это, в принципе, решается деньгами, мы в процессе. Спустя столько времени, когда уже даже полному идиоту стало понятно, что никогда Арсен чемпионом не станет. Он продолжает обещать, что вот ещё чуть-чуть и да, вот только вот это вот СВО мне, блин, все планы сбило. Арсен очень не любит себя нахваливать. Я считаю глубочайшим унизительным саму концепцию того, что себя надо представлять. Вот Роналдо зайдёт сюда, ему надо представлять. Роналдо, футболист. А если тебе надо представляться, то тебе не надо представляться, потому что ты ещё не крутой. Но, естественно, иногда бывают исключения. Например, тем, чтобы похвалиться своими спортивными достижениями, Арсен не брезгует. Да и раз уж на то пошло, можно и припиздить чутка об этом. В 16 лет я поехал на международный турнир по тайскому боксу, будучи идёт. Так у него есть какие-то курсы или нет, я не совсем понимаю. То есть он продаёт что-то в итоге или просто выёбывается в интернете? Я выступил по мужчинам и занял там второе место. Конечно, Арсен не расскажет, что этот турнир был любительским. Ну, согласитесь, это уже не так солидно звучит. В итоге единственное, в чём Арсен добился значительных успехов, это прогрев Гуэф на бабки. В так называемой базе, закрытом канале Маркаряна... База Арсена Маркаряна. Я так понимаю, на пробелы денег не хватило, блядь. ...на данный момент уже почти 40 тысяч человек, и каждый платит ему по 1200 рублей в месяц. А в общей сложности это 48 миллионов рублей. А вы думали, я преувеличивал вначале, да? Работает Арсен по схеме такого же недогуру с запада Эндрю Тейта, или того же Аруто с его академией. Его закрытый канал пиарят школьники с помощью тиктоков и нарезок, за что им полагается процент с тех, кого удастся завербовать. База Маркаряна уж очень похожа на секту, в чем не убедился, вступив туда. Весь смысл того, что вы платите 1000 рублей, заключается в том, что вы не имеете и не можете иметь никаких претензий, никаких пожеланий. Спасибо большое еще раз, Арсен, за то, что вы взяли... Блять, реально, я хочу сделать уникальную инфо-цыганскую хуйню. Я создам закрытый чат только для тех, кто заплатит мне 10 тысяч рублей. Вот, только-только для этих, только-только для них, только для них. Вот, и, собственно, что же будет в этом закрытом чате? В нем нельзя будет ничего писать, в нем нельзя будет ничего постить. Вы будете заходить туда, и там просто будет огромная аудиозапись, в которой я скажу, спасибо за бабки лошара ебаный, пошел нахуй, и все. Я считаю, что это очень выгодное предложение за 10 тысяч рублей, я считаю, что это... Это весьма выгодное предложение. Как бы, ну, как минимум, оно не хуже. Мои грязные деньги, простите, пожалуйста, что я вам заплатил, не серчайте. Да, Маркарян настолько гуру, что мы должны быть благодарны за возможность отдать ему свои деньги. И ни в коем случае не можем возмущаться, но интеллект у нас еще не дорож, что парсона критиковать. Неужели вы думаете, что, вот я обращаюсь к тем, кто пишет, что надо или не надо делать, что вы своим ебаным, скудным умишкой, да, не мишка, а умишка, маленький у, думаете, что мне вы можете что-то посоветовать? В своем закрытом... ...канале Маркарян строит свою собственную... Ты, ты сам просто людей унижает там, влечи. ...ную страну, новомакаронию. Под эгидой этого он сплочает аудиторию вокруг себя. Против всех они стоят единым фронтом, и, понятное дело, фанаты начинают воспринимать Арсена как старшего товарища, и полностью доверяются ему. Маркарян же не чурается использовать армию зомбированных подписчиков в своих целях. Никогда не задумывались, почему под всеми подкастами с Арсеном комментарии в основном положительные? С другой стороны, чел смог убедить настолько много людей давать ему 1200 каждый месяц, и у него, блядь, 48 лямов в месяц, это, ну, его заработок. У многих из вас 48 лямов в месяц заработок. И, типа, за что? За голосовухи, где он их хуями кроет, блядь, или что? Да это буквально успешный я. В этом даже где-то, мне кажется, нет какого-то супернаёба, это буквально более успешной версии меня, блядь. Он же там полную чушь несёт. Так вот, Маркарян просит своих адептов писать положительные комментарии и лайкать друг друга, чтобы перебить негатив. И таким образом, впоследствии увеличить численность своих подсосов. Две задачи ставлю. Первая. Начать писать свои комментарии. Как вам понравилось, ваши выводы, ваши инсайты. Пишите, в общем-то, не слишком объёмно, чтобы не приходилось разворачивать их. Вторая задача. Пройтись по всем комментариям и лайкнуть друг друга на то, что хочется ответить, ответить. Это ваш посильный вклад в нашу победу. А как думаете, почему на подкастах с Маркаряном так много просмотров? Его адепты по просьбе главнокомандующего бесконечно крутят их на скорости 0.25, чтобы они больше показывались новым зрителям. Ебать, это сектор, реально. В идеале ночью поставили, много человек сегодня ночью, реально много человек поставили. За 8 часов нахуй ночи по московскому времени плюс 80 тысяч просмотров. И, соответственно, если вы сейчас сформируете у себя привычку в любой ситуации уходить из дома, оставлять включенным YouTube на 0.25 на последнее актуальное видео, залитое со мной, вот это будет такое ебание! То, что они... Блядь! А эту хуйню можно? Правила YouTube как-то... Ну, типа, по идее, по правилам YouTube такая хуйня, я не знаю, запрещена или нет. Ну, типа, что специально призывать зрителей ставить на... Ну, типа, просто выходить из дома и ставить видос на 0.25. Чтобы, типа, считалось... Ну, время видоса, x4 время просмотра. Это же вообще... Это ебнуться! Это... Я помню, челов... Единственное, что вот гайдлайны YouTube, я знаю, точно запрещают, когда ты призываешь на рекламу нажимать. Ну, типа, там, если реклама в видосе появляется, ты призываешь, чтобы у тебя больше было денег с AdSense, типа, призывать на этот. Вот это хуйня не... Я не думаю, что эта хуйня прописана, но... Мне кажется, надо уточнить. Занимается таким ради своего лидера, действительно показывает их преданность. А что делает в ответ Арсен? Разводит их на бабки, скармливая плацебо под названием саморазвитие. Советует... Почему 0.25? Потому что 0.25 — это самая медленная скорость воспроизведения на YouTube. То есть, смотри, видос идёт 16 минут. Если ты посмотрел от начала и до конца 16 минут, то время просмотра — это 16 минут. Но если ты попросил своих зрителей, когда уходите из дома, врубайте мой видос на 0.25, то время видоса засчитается... Время просмотра засчитается не 16 минут, а в 4 нахуй раза больше. То есть больше, чем час. А ты прикинь, если видос 16 минут, а среднее время просмотра больше, чем нахуй время, которое этот видос идёт, этот видос будет пушиться, блять, на миллионы и миллионы просмотров. Это ёбнутое. Относительно очевидные вещи в перемешку с полным бредом, построенным на упрощении медицины и продаёт БАДы втридорога. Подписчики же, в основном неуверенные в себе мужчины, верят и помогают Арсену, надеясь, что тот поможет им добиться такого же успеха. И теряют при этом своё время и деньги, а иногда даже нечто большее. Также база Арсена даёт нам понять, почему в его подкастах содержится такое большое количество конспирологической шизы. Почему во второй части подкаста был такой напых конспирологии? Да, причём неадекватный даже для меня. Это называется привлечь и задержать внимание непредсказуемостью паттерна. То есть добрая половина того, что говорит Арсен в своих подкастах, байт для увеличения популярности. Если что, части, где Маркарян байтит, я пометил в том, Я, если я, кстати, слышу, что кто лайк ставит этому стриму, то его хуй больше становится. Я не знаю, может, правда, я не знаю. Типа, ну, попробуйте. Тайм-кодах, чтобы вам было понятнее. У Арсена действительно классная схема продвижения. Такой полумолстрой с хомячками-нарезчиками, полуморгенштерн с его байтами, да ещё и своя секта есть. Но Макарон себя каким-то уж слишком непревзойдённым гением возомнил. Такого эксперта в мире нету, как я. Я не люблю так звучать, типа, б***ь, но это по факту. Его целевая аудитория разочаровавшаяся в жизни, неуверенные в себе парни, униженные женщинами. Чтобы манипулировать такими, много ума не надо. Вот я постоянно привожу такой пример, когда пытаются обесценить мой финансовый успех, и говорят, а много ума надо дураков обманывать. Я говорю простую вещь. Так если много не надо, может быть, ты это сделаешь? Да потому я дураков не обманываю, что у меня принципы есть. Честным трудом, не поверишь, намного сложнее зарабатывать, чем наебаловым. Помимо, как я уже говорил, времени идёт. Я, кстати, он в чём-то прав. Он, по крайней мере, это не скрывает. Денег фанаты Маркаряна могут потерять счастье и здоровье благодаря приобретению. Ну вот, типа, я не могу принять. Типа, если чел просто вокруг своей персоны выстроил культ, то, что там все ему готовы хуй сосать, ему деньги давать, окей. Но, типа, блядь, советовать там... Если он реально там советует какие-то витамины, вот это вот всё, ну это не очень круто. Не очень круто. Ненормально. ...притённым от травмированного Арсена убеждением. Начнём с того, что люди, не состоящие в базе, могут нахвататься совсем уж лютой шизы, которую он использует для популяризирования себя. А самые преданные фанаты наверняка проникнутся убеждениями о женщинах, которые впоследствии помешают им построить счастливые отношения, а также искалечатся в попытках во что бы то ни стало добиться успешного успеха. У Арсена очень странные отношения с разоблачителями, прям как с женщинами. Вроде бы он их ничтожеством считает. Ну, кстати, из того, что я видел, у таких людей обычно успешный успех. В YouTube шортсах особенно постоянно показывают. Это яхты, топ-тачки, топ-дома с бассейнами где-нибудь, желательно, вместе с низкими налогами. И, как правило, их работа — это то, что вот он сидит, сидит такой с умным видом и смотрит на графики, там, ну, там, крипта, блядь, акции, вот это вот все. Ну, типа, там, миллиард экранов, там, смотрю вот на графики. Вот, блядь, пиздец эти графики, конечно, ебать, там, сидит, работает. Сигма-гринд-момент, так сказать. Ну, не знаю, это довольно странно. Можем озвучить себе, кто эти люди конкретно? Ну, пока здесь. Темщики. Я заметил, что таких обычно потом сажают через пару лет. Да не, это бактерии. А вроде и каждое разоблачение смотрит и фидбэк дает. С каждым, кто записал разоблачение, я готов выйти драться на следующих условиях. Вам нужно простоять 30 секунд. Если вы не сможете простоять 30 секунд со мной, то вы записываете 30-30-минутных видео, в которых просто хвалите меня подряд. Сразу говорю, Арсен, драться я с тобой не буду, так уж и быть, ты больше сигма. Что не понимают люди, которые делают разоблачение? Они не понимают, что мы живем в стране без репутации. То есть, хотите, я вам раскрою секрет, как на самом деле нужно уничтожить Арсена Маркаряна? Чтобы Арсена Маркаряна, ну, типа, проекты встали. Арсен, этим видео я не стремлюсь уничтожить твою империю. Я понимаю, что это так не работает. Я просто высказываю свое мнение и тем самым даю твоим адептам шанс задуматься, а стоит ли им за тобой дальше следовать. Арсен Маркарян, человек, сколотивший состояние... Эм, what the sigma? ...на неуверенных в себе мужчинах. Он показывает, я был таким же, но я справился и теперь успешен. И вам расскажу, как сделать то же самое, только заплатите. Вся его риторика направлена не на помощь людям, а на заработок. Он построил действительно сильную систему привлечения людей в свою секту. От ее участников он получает все. Пиар, деньги, уважение, они же... И хуй у вас тоже становится 0,25 от своего первоначального размера. Его не получают ровным счетом ничего, кроме очевидных или глупых советов, которые еще и могут негативно сказаться на жизни. Вывод, лучше вступайте в мою базу по QR-кодику, там инфа про новые видео и мою жизнь. Арсен Маркарян, обычный воздухан. Ну, или, может, я не разобрался, потому что наркотиками не зажрался. Трипованный, особенно гигадозами, смотрит на нетрипованный. Гигадозами, гигадозами, блядь. Я такой хуйничи никогда не слышал. Блядь, гигадозы, нахуй. То есть, гигачады, сигма-мейл, у которых гигадозы, блядь. Это это... Что? Это что за такое? Что такое гигадозы, блядь? Умарных, как зрячий, но слепых. Гигадозы, блядь. Сука.